И снова добро пожаловать на Новодевичье кладбище. Это вторая часть, которая касается деятелей искусств и науки. Сергей Иванович Вавилов. Это советский физик и основатель научной школы физической оптики в СССР. Действительный член, а позднее президент Академии наук СССР. Общественный деятель и популяризатор науки. Основным же направлением науки для Вавилова были исследования физической оптики, в частности люминесценции. В 1920-х годах по инициативе Вавилова начались исследования и направления на создание для новых для того времени люминесцентных ламп. Николай Алексеевич Островский. Русский советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь», который был частично автобиографическим. Гражданскую войну сильно подорвал здоровье, тип, больные суставы. И с 1927 года по 1936 год до своей смерти был прикован к постели. Артем Иванович Микоян, при рождении Анушаван Аванесович Микоян, советский авиаконструктор, младший брат Анастаса Микояна. Дважды герой социалистического труда, генерал-полковник инженерно-технической службы. Глава ОКБ-155, которой впоследствии было названо КБ имени Микояна. Из этого КБ выходили и выходят самолеты типа Микояна. Алексей Викторович Щусев. Это русский и советский архитектор. Действительный член еще Императорской академии художеств. Академик архитектуры. Академик Академии наук СССР. Его ранние работы – это разные церкви и храмы. Но далее были Казанский вокзал в городе Москва и некоторые другие вокзалы. Мавзолей Ленина на Красной площади. Здание Наркозема, ныне же Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. И последняя его работа – это станция метро Комсомольская, кольцевой линии московского метрополитена. Николай Николаевич Поликарпов – русский и советский авиаконструктор. Глава ОКВ-51, впоследствии ОКБ имени Сухого. Дважды лауреат Сталинской премии и герой социалистического труда. Поликарпов является одним из основоположников советской школы самолетастроения. В авиационных кругах Поликарпов называли в свое время королем истребителей, так как в течение почти десяти довоенных лет войска снабжались исключительно его машинами. Владимир Владимирович Маяковский – русский и советский поэт-турист, один из наиболее значимых поэтов XX века, классик советской литературы. Помимо того, что он проявил себя как поэт, он ярко себя проявил как драматург, кинорежиссер, киносценарист, художник, редактор. Семен Алексеевич Лавочкин – советский авиационный конструктор, генерал-майор инженерно-авиационной службы, дважды герой социалистического труда, член-корреспондент Академии наук СССР, автор первого в СССР самолета, достигшего в полете скорости звука. Во время войны под его руководством были созданы такие самолеты-истребители, как Ла-5 и Ла-7. После войны возглавил КБ, которое впоследствии стало именоваться НПО имени Лавочкин, которое и поныне занимается космической техникой. Василий Макарович Шукшин – советский кинорежиссер, актер, сценарист и пестатель, заслуженный деятель искусств РСФСР. В основном авторы герои книг, герои его фильмов – это русские люди в советской деревне, простые труженики, иногда не от мира сего. Последний фильм с его участием – это «Они сражались за Родину», во время съемок которого он и умер. Знаете, как он говорил, «Не стыдно быть бедным, стыдно быть дешевым». Антон Семенович Маккаренко – советский педагог и писатель. Главным его достижением являются результаты в области воспитания и перевоспитания молодежи, как из числа беспризорников, так и из семей. Подготовка к дальнейшей успешной социализации. Как он говорил, научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно. Дмитрий Дмитриевич Шостакович – советский композитор, пианист, дегог, музыкально-общественный деятель, народный артист СССР, герой социалистического труда. Один из крупнейших композиторов 20 века, автор 15 симфоний, 15 квартетов, 6 концертов, 3 опер, 3 балетов и многочисленных произведений камерной музыки. Особо выделяется симфония номер 7, названная «Ленинградская». Создана она была в 1941 году, часть из которой написана как раз таки в блокадном Ленинграде. Академик Александр Александрович Байков, химик, материаловед, металлург, член-корреспондент Академии наук СССР, академик Академии наук СССР, возлуженный деятель науки и техники РСФСР, известный ученый в области физико-химии, металлургических процессов и прикладной неорганической химии. Антон Павлович Чехов, русский писатель, прозаик, драматург, публицист, а также еще врач и общественный деятель. Классик мировой литературы, один из известнейших драматургов мира, почетный член Императорской Академии наук по разряду изящной словесности. Его произведения переведены на более чем 10 лет, 100 языков мира, а его пьесы, в особенности «Чайка», «Тризистерий», «Вишневый сад» ставятся на сценах по сей день. Также стоит сказать, что он немного еще и путешественник. Так, например, в 1890 году за 82 дня по сухопутному маршруту он добрался до острова Сахалина. Изначально он, кстати, был похоронен не здесь, а на территории монастыря, но позже, в 1933 году, его прак принесли сюда. Николай Васильевич Гоголь, фамилия при рождении Яновский. Русский прозаик, драматург, критик, публицист, признан одним из классиков русской литературы. Все же знают его «Мертвые души», «Ревизор», который в то время некоторые, скажем так, консервативные слои общества восприняли как «Димарш», ну и, конечно же, «Вечера на кутре», «Близди Каньки». Константин Сергеевич Станиславский, а настоящая фамилия его Алексеев. Это русский советский театральный режиссер, актер, педагог, теоретик и реформатор театра. Первый народный артист СССР, создатель знаменитой актерской системы, которая впоследствии была названа системой Станиславского, которая популярна и используется уже более ста лет, сейчас как и в России, так и за рубежом. Михаил Афанасьевич Булгаков, русский писатель советского периода, врач, драматург, театральный режиссер и актер. Его известные произведения — «Собачье сердце», «Белая гвардия», «Иван Васильевич» и, естественно, роман, который принес ему мировую славу, «Мастер Маргарита». На его могиле, по ходатайству его супруги, Елены Булгаковой, был установлен камень, прозванный Голгофой. Этот камень ранее стоял на могиле у Гоголя, которого мы видели ранее. Стоит, конечно, сказать, что этот камень не просто взяли с могилы Гоголя и поставили сюда. Нет, на могиле Гоголя была, получается, реставрация, реконструкция и поставили новый памятник, а камень лежал без дела. После этого поставили сюда. Ну и тут же месяц был, как он похоронен, его супруга Елена, которая ходатайствовала об этом камне Голгофа. Елена при этом пережила трех своих мужей и еще и старшего сына. Илья Арнольдович Ильф, а при рождении Ехиел Лейб Арьевич Файнзельберг. Это советский писатель, драматург и сценарист, фотограф, журналист. Значительную часть художественной прозы была написана Ильфом в соавторстве с Евгением Петровым, в том числе «12 студиев», «Золотой теленок», «Одноэтажная Америка», ну и прочее. Александр Васильевич Александров. Это русский и советский композитор, хоровой дирижер, хормейстер, педагог, народный артист СССР, доктор искусствоведения, лауреат двух сталинских премий первой степени и генерал-майор. Среди его известнейших работ это музыка на песню «Священная война» и, конечно же, музыка на гимн СССР и положенную на ту же мелодию гимна Российской Федерации. Владимир Иванович Вернацкий. Русский и советский ученый, естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель. Создатель научных школ по минералогии и геохимии, науке биогеохимии. Но этим его научные интересы не ограничивались. Участвовал в исследовании радиации, а летом 1940 года по инициативе Вернацкого начались исследования урана на получение ядерной энергии. Федор Иванович Шаляпин. Русский оперный и камерный певец, высокий бас, который разное время был солистом Большого и Мариинского театра. Первый народный артист республики, то есть еще РСФСР. Звание это существовало с 1918 по 1928 год. Сергей Михайлович Эйзенштейн, советский режиссер театра кино, художник, сценарист, теоретик искусств, педагог, профессор Гика, заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор искусствоведения. Благодаря фильму «Броненосец Потемкин» его фамилия стала синонимом советского кино 20-х годов. Также среди его значимых работ это фильмы Иван Грозный и Александр Невский. Людмила Георгиевна Зыкина, советская российская певица, исполнительница русских народных песен, романсов, эстрадных песен. Исполнительница той самой известнейшей песни, которая прошла через всю ее жизнь «Течет реком Волга». Да, а мне 17 лет. Юрий Владимирович Никулин, советский российский артист цирка, то бишь клоун, цирковой режиссер, киноактер, телеведущий. Широкому телезрителю, зрителю он известен наиболее как гайдаевский балбес и исполнитель главной роли в фильме «Бриллиантовая рука». Сергей Владимирович Михалков, советский российский писатель, поэт, драматург, публицист, баснописец, сценарист, общественный деятель, военный корреспондент, кстати, герой социалистического труда и многих-многих премий. Ранее мы видели могилу Александрова, композитора, который написал музыку для гимнов СССР и гимна Российской Федерации. А Михалков же известен в первую очередь тем, что он был соавтором гимна СССР и автором гимна Российской Федерации. По воспоминаниям Никиты Сергеевича Михалкова, сына Сергея Михалкова, когда был написан текст гимна СССР, один из известных советских поэтов ему, то бишь Сергею Михалкову, сказал, «Сергей, а стишки-то у тебя так себе?» На что тот ему ответил, «Может быть, но когда это будут исполнять, ты будешь вставать». И ведь был прав. Евгений Викторович Вучечич, советский суккульптор, монументалист, педагог, академик-академии художеств СССР, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии и пяти сталинских премий. Наиболее известные его работы это «Воэт-освободитель» в Берлине, «Родина-мать зовет» и вообще комплекс весь «Мамаев-курган» в Волгограде, «Родина-мать» в Киеве и многое другое. Отдельно стоит добавить, что вот эта вот скульптура, скажем так, ее оригинал в гораздо большую величину находится на «Мамаев-кургане» в Волгограде. Юрий Васильевич Яковлев, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР, один из самых популярных актеров Советского Союза, исполнитель более 150 различных ролей театра и кино. В кино он наиболее узнаваем по таким ролям в таких фильмах, как «Усарская баллада», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы или с легким паром», тот самый Ипполит и «Киндзадза». Лев Константинович Дуров, советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог, публицист, народный артист СССР. Снялся во множестве фильмов, но на второстепенных ролях. Олег Павлович Табаков, советский и российский актер, режиссер театра и кино, педагог, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, художественный руководитель и директор театра МХТа имени Чехова, а также основатель и художественный руководитель своего театра, который впоследствии был назван «Таба Керка». Основные роли, по которым узнаваем Олег Табаков, это, конечно, Вальтер Шелленберг из «Семнадцати мгновений весны» и его голос-озвучки из мультфильма «Трое про Соквашину», «Кот Матроскин». Ну и еще пьяница Дебошир из «Ширли-мырли». Ну, и рядом с ним, с Табаков, находится Леонид Сергеевич Броневой, отчество при рождении Соломонович, советский и российский актер, театр и кино, народный артист СССР. Большую часть своей профессиональной деятельности провел в театре, но с 1964 года снимался в кино. И наиболее известная роль, которая принесла его популярность в кино, это, конечно, ранее упомянутый «Семнадцать мгновений весны» роль Генриха Мюллера. Многие реплики телевизионного Мюллера, конечно, разошлись крылатыми выражениями на цитаты в народ. Например, самое известное «Штирлиц», «А вас я попрошу остаться». А вообще его «Десятиминутный диалог» в одном из последних получается. В одной из последних серий этого многосерийного фильма не теряет своей актуальности до сих пор. А его вот эта вот смена смена мимики лица с такого улыбчивого немножечко уже в возрасте мужичка в суровую личность до дрожи. Тут все рядом находится. Вот напротив Табакова и Броневого находится могила Георгия Николаевича Данелия. Это советский российский кинорежиссер, сценарист, мемуарист, народный артист СССР, лауреат государственной премии СССР. Среди его фильмов наиболее известные на слуху это Джентльмены Удачи, Афоня и Кинза-дза. Михаил Михайлович Ванецкий настоящее отчество Маньевича, советский и российский писатель, сатирик, исполнитель собственных произведений, литературных произведений, киносценарист, телеведущий и актер. Так вот, интерес на памятнике, уходящий со своим портфелем вдаль. Василий Семенович Лановой, советский и русский, актер театра и кино, мастер художественного слова, то бишь чтец, общественный деятель, театральный педагог, герой труда Российской Федерации и народный артист СССР. Снялся во многих фильмах, в том числе фильм Павел Корчагин, который снят по книге «Как закалялась сталь» и исполнил главную роль Павла Корчагина. Поэтому, помимо этого, фильмов «Солярис» и фильме «Семен остановений сны» и многих других. Владимир Валентинович Меньшов советский российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог, лауреат множества советских кинопремий, но самое главное, самое интересное, что он лауреат премии Американской киноакадемии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке «Москва слезам не верит», где он был режиссером. Помимо этого, он также был режиссером такого известного фильма «Любови голуби» и, как вот можем увидеть на памятнике, «Голуби». Да. Ну и также исполнители разных ролей в кино, в том числе фильм «Ликвидация» и исполнил роль Георгия Константиновича Жукова. Вообще, я скажу, кладбище не очень-то и большое само по себе, хоть и захоронений это очень много, что-то около 22 тысяч, но тем не менее. Вот могила Меньшова. Вот могила Ланового. Вот, чуть дальше перейти. Пожалуйста, могила Жванецкого. А если вот пройти опять же чуть дальше, вот, пожалуйста, памятник Данелия, тут же Табаков, тут же Броневой, тут же Лев Дуров, чуть дальше Яковлев. Рядом Михаил Кузьмич Янгель, советский конструктор ракетно-космических комплексов, академик, дважды герой социалистического труда, разработчик множества баллистических одноступенчатых жидкостных ракет, а также разработчик первой двуступенчатой жидкостной ракеты, которую предполагалось использовать для пилотирования полета на Луну. Андрей Николаевич Туполев, советский ученый и авиаконструктор, генерал-полковник, инженер, доктор технических наук и академик академии наук СССР, трижды герой социалистического труда. Под руководством Туполева спроектировано свыше 100 типов самолетов, 70 из которых строились серийно. Николай Ильич Камов, советский авиаконструктор, создатель вертолета серии К, доктор технических наук, герой социалистического труда. В 1940 году стал главным конструктором КБ вертолетостроения, позднее названного ОКБ имени Камова. Камов и Николай Кириллович Скрижинский предложили само название слова вертолета. Павел Осипович Сухой, советский авиаконструктор, доктор технических наук, один из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации, дважды герой социалистического труда. В конце Второй мировой войны Сухой один из первых начал разводить над проектами реактивных самолетов, считая, что за ними будущее. Так, под руководством Павла Осиповича была начата разработка самолета с изменяемой геометрией крыла, и таким образом впоследствии был создан Су-17, первый эстер самолет с изменяемой геометрией крыла. Всего же под руководством Сухого было разработано около 50 конструкций самолетов. Николай Кириллович Скрыжинский, советский авиаконструктор, вместе с Камовым, ранее упомянутым, построил первый в СССР автожир, Каскр-1, или же Красный инженер. С 1957 главный конструктор ОКБ Яковлева участвовал в создании истребителей Як-9, Як-3, Як-25, а также вертолета Як-100. Сергей Владимирович Илюшин, советский авиаконструктор и разработчик самого массового боевого самолета в истории авиации Ил-2, тыжный герой социалистического труда и единственный лауреат с 7 сталинских премий. Генерал-полковник, академик, академия наук СССР. Александр Трифонович Твардовский, русский советский писатель, поэт и прозаик, журналист, социальный корреспондент. Наиболее известное его произведение это Василий Теркин и, конечно же, я убит подоржем. Александр Сергеевич Яковлев, советский авиаконструктор, член-корреспондент и академик, академия наук СССР, генерал-полковник авиации и генерал-полковник инженер, дважды герой социалистического труда, лауреат Ленинская и шести сталинских премий. Под руководством Яковлева УКБ выпустило свыше 200 типов самолетов и с 1932 года его УКБ выпускает непрерывно разных типов самолетов и вообще за 70 лет было выпущено более 70 тысяч различных самолетов типа Як. Людмила Марковна Гурченко советская и российская актриса театра и кино эстрадная певица режиссер народной артисткой СССР из наиболее известных работ с ее участием можно выделить фильмы вокзал для двоих и любовь и голуби Вячеслав Васильевич Тихонов советский и российский актер кино и озвучивание герой социалистического труда народный артист СССР наибольшую известность Тихонову принесла естественно роль 12 серийного фильма о котором я уже сегодня упоминал это 17 мгновений весны где он исполнил главную роль Исаева Штирлица также он узнаваем и в других фильмах например Война и мир и Они сражались за Родину и многие другие Сергей Федорович Бондарчук это советский актер театра и кино и озвучивание кинорежиссер сценарист педагог герой социалистического труда и также лауреат нескольких государственных премий СССР ранее вот только что возле Вячеслава Тихонова который похоронен здесь рядом я упоминал такие фильмы как Они сражались за Родину Война и мир так вот он является актером и режиссером этих фильмов ну и не только кстати в частности за фильм Война и мир он получил премию Оскар в 1969 году как за лучший фильм на иностранном языке здесь на этом участке все рядом Тихонов Гурченко отсюда не видно в общем там вот Бондарчук а здесь у нас Иннокентий Михайлович Смактуновский при рождении Смактунович это советский и российский актер театра и кино мастер художественного слова то бишь тец герой социалистического труда и народный артист СССР среди его работ хотелось бы выделить такие фильмы как Берегись Автомобили и Москва Кассиопея и Отроки во Вселенной где он исполнил такую небольшую роль но весьма заметную и исполняющий особые обязанности вот в непосредственной близости с могилой Сергея Бондарчука находится скромненькая небольшая могилка Евгения Павловича Леонова который был советским и российским актером театра и кино и озвучиванием народным артистом СССР и лауреатом нескольких премий узнаваем по таким ролям таких фильмов как Женгленная удача старший сын Кин Задза и его голос узнаваем в озвучивании такого персонажа как Минни Пух в советской версии естественно здесь рядом с деятелями искусств расположилась могила Петра Дмитриевича Грушина это советский российский ученый авиаконструктор и конструктор в области ракетной техники академик академии наук СССР примечательно что вторую звезду героя социалистического труда он получил за разработку знидно-ракетного комплекса С-300 П в 1981 году Евгений Александрович Естегнеев советский российский актер театра и кино театральный педагог народный артист СССР в кино снимался на второстепенных ролях но отдельно можно выделить место встречи дни нельзя 17 мгновений весны уже в какую разную упоминаем мы сегодня и собачье сердце где он исполнил роль профессора Преображенского вы только посмотрите сколько цветов у Аркадия Исааковича Райкина это советские артисты эстрады театра и кино театральный режиссер конферансье сценарист писатель сатирик и юморист Анатолий Дмитриевич Папанов советский актер театра и кино театральный педагог режиссер народный артист СССР из его знаменитых ролей в фильмах это бриллиантовая рука 12 стульев который 1976 года и последний его фильм это Холодное лето 53 но также он еще занимался озвучиванием персонажей мультфильмов и хочется особо выделить это конечно же Волка из мультсериала Ну погоди и Водянова из мультфильма Летучий корабль Эльдар Александрович Рязанов советский российский кинорежиссер сценарист актер поэд драматург телеведущий педагог продюсер и вообще народный артист СССР среди фильмов которые считаются классикой советского кинематографа конечно же его комедии мелодрамы такие как служебный роман ирония судьбы или с легким паром вокзал для двоих берегись автомобиля и невероятные приключения итальянцев в России как много цветов у Дмитрия Александровича Ростовского который был советским и российским оперным певцом баритон народный артист Российской Федерации ну что же вот так заканчивается вторая часть моего видео о Новодевичьем кладбище и в принципе путешествие поход на Новодевичьем кладбище я посетил я посетил я посетил конечно далеко не всех известных личностей актеров академиков политических деятелей и так далее потому что их очень много и я даже и не всех и знаю но если что не обессуйте сильно но закончить я хотел бы это видео словами из романа как закалялась сталь Николая Островского на могиле которого мы были самое дорогое у человека это жизнь она дается ему один раз и прожить ее надо так чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы чтобы не жег позор за подлинненькое мелочное прошлое и чтобы умирая смог сказать вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире борьбе за освобождение человечества и надо спешить жить ведь нелепая болезнь или какая-нибудь трагическая случайность могут прервать ее